Поступил сигнал с магазина о том, что произошел грабеж. Что потом последовало? Какие действия? Что происходило? Ваши действия, в порядок действия группы задержали? Когда это было? Время, день? В 19 часов было. Это было где-то около 23.00. На вызов поехали. С центром мы поехали. Сюда приехали. По времени сколько. Быстро приехали к этому магазину. И уже там по этим данным, что она сказала. Правда она сначала оказала неправильно, куда побежала. Потом уже камеры просмотрели, уже выяснили, куда он побежал. Мы побежали через поле. На снегу были следы. Мы по следу пошли вдоль Ковельской. Потом он свернул с Ковельской. Он по полю тоже бежал. Потом свернул на Ковельскую сторону Ковельской. Через дорогу прибежал это. И наскосок потом поле сюда прибежал. То есть в этот дом. То есть вы практически по следам что-нибудь знаете? Считаю по следу вышли. Чтобы не снег, не знаю. Было тяжелее. Собака помогала, да? Ну потом я не знаю там может. Да нет, снег помог. Снег. Значит мы сначала, первоначально мы сами собаку не успели привезти. По горячему следам. И его задерживали. Ну последний раз пока мы блокировали, пока по следам здесь. Мы же здесь все объезжали полностью машинами и все. Мы же пока вышли сюда тоже не сразу убежали. Только полчаса. Нет. Около часа ушло вот это все. Через час где-то мы здесь нашли. То есть как бы и он так еще сделал стекло. Он что-то или разбил или что он сделал. Он как-то вез, следы обрывались из дома. Сначала мы могли понять, вроде все целое как бы, а потом приподнялись, за стекло там что-то висело. И там наконец-то он немножко выбил и тихонько залез. Сначала даже не видно было целостных нарушений этого дома. То есть уже чисто смекалку проявили и уже поняли, что здесь у нас. Ну и здесь вот, куда обрыскали помещение. Вот здесь вот наружение. Представьте пожалуйста, фамилия и должности. Виссонер группы задержания Московского отдела охраны. Прапорщик Лучиц Дмитрий Николаевич. Лучиц. Лучиц. Он находился здесь, оказывается какой-то сопротивление. Нет, не оказывается. Кот человек, который нашел его, непосредственно нож, обнаружил штык-нож. Он с собой частью вынес. Прятался, затаился на чердаке, спрятался там веща. Я уже понял, что скорее всего этот военнослужащий, который убежал от счастья. Скорее всего, что-то он и что он будет находиться здесь. И вот здесь вот в этих вот... Не знаю, как можно назвать. Здесь вот в этом месте. Баузы. Да. Он начал аккуратно их разворачивать, смотреть, даже подумал, что он здесь может находиться. Вот здесь я его обнаружил. Он замер, скажем так, лежал неподвижно. Твоя реакция? Его реакция? Никакой реакции. Видно, он был сильно напуган, скорее всего. Как бы не поддавал никаких признаков жизни. Просто сидел тихо, спокойно. Думал, сидится. Прошли его. И сопротивление не оказывал. Удержали. Уделили наручники. Доставили. Да, доставили. Да, доставили. Такой взлет. То есть, ну, буквально несколько минут прошло, да? Вот как с магазина? Нет, задержание сразу прошло очень скромное. Пока вышел стерк, пока дергали скали по этим следам. Потому что темно было, там же ни фонари, ничего. Вот фонарик им первый. А потом уже там... Здесь все теряется поискать, потому что дом как бы не маленький. Здесь есть диспредел. Сейчас нам обрыскивали весь дом, переворачивали здесь все, смотрели. А как удалось? Фонариками светили? Или собака уже была? Нет, собаки не было. Здесь было много сотрудников, были сотрудники полка ППСМ, ОМОНа, ГАИ. Отцепили дом, знали, что следы ведут к этому дому, знали, что он находится здесь. Чтобы он не скрылся, отцепили дом большим количеством сотрудников. Сотрудники также находились здесь и искали прямо здесь непосредственно. Назавтра будет процедура снатия с искусственной вентиляцией. Какими травмами? Что поступило 20 января, в первую очередь, с множественными колот, резанными головышей, лицами, проникающими двусторонним ровнением грудной клетки. Плюс сломаны были ровные плечи в пустыне. Что-то все, все. Прямо у меня все. Может быть, если можно сказать, прогноз на выздоровление? На сегодняшний день жизнь ничего не угрожает. В общем-то, если можно так сказать. И, вероятнее всего, завтра она сможет разговаривать. На поправку. Пока, да. Спасибо большое. Тридцать шесть лет уже были? Тридцать три года. Тридцать три года. Тридцать три года.